Добрыня выходит из отпуска, сборы зимние первые, тренировка с мячами, как я ровно вот ребят. Мяч увидел. Ваня, давай вспомним нашу последнюю интервьюшку, которую мы проводили после ответа на игры с Киржачем. Я тебе задал такой вопрос, не помню, как точно звучит, но речь была о том, что ожидания от второй группы, да, ты сказал, много эмоций, пока еще нету никаких мыслей. Вот, время прошло, наверняка ты уже об этом думал. Как видишь команду в новой группе, какова задача, какой уровень, как ты думаешь, за что будем бороться, какие ожидания? Ну, ожидания, как обычно, ожидания праздника. Мы наконец собрались все вместе, мальчишки там соскучились друг по другу, мы там по ним соскучились, реально как бы больше полугода не собирались, то есть все собрались, все довольны, все рады, все с позитивом, там принимают и нагрузки, и тренировочный весь процесс. По поводу второй лиги, как сказать, да, эмоции улеглись, ну, как и в принципе, и каждая команда, которая выходит из третьей во вторую, да, то есть, которая поднимается ранг выше, она изначально аутсайдер, то есть, ну, у всех команд там во второй группе. Поэтому мы, нам без разницы, пусть нас считают аутсайдером, мы, в принципе, и с этого аутсайдера ему будем начинать. Пойдут игры, там будем смотреть. Как обычно, всегда после первых, там, 5-4, 4, 4-5 игр смотрим в таблицу уже, то есть, начинаем, и все, первые три игры, там, вкатывающиеся, да. Футбол, как обычно, все расставит по своим местам, поэтому я считаю, что мы не слабее, там, некоторых команд из второй группы. Есть, там, первые две-три команды играющие, да, то есть, остальные, так, плюс-минус, там, одного уровня, опять, как обычно, цепляют на свои домашние игры, выездные, как получится. То есть, поэтому, есть, в принципе, четкий план, мы от тактики своей не отказываемся, ее только надо будет улучшать, то есть, да, не будет каких-то кардинальных, бешеных изменений. У нас есть ребята, которые сейчас у нас на просмотре, так сказать, на испытательном сроке, то есть, у нас тут был отбор, вот, мальчишки. Их смотрим, то есть, еще кого-то будем привлекать, смотреть, опять же, это опять же молодые ребята, вот, и уже от этого будем ближе дело, уже команда построится ближе к апрелю, к концу апреля, я думаю, уже будем понимать, в каком составе начинаем сезон. Наверняка посмотрел уже состав участников, да, кто будет примерно по прошлому году, кто вылетел свыше и высший, да, из первой группы, кто поднялся в кираж, да. А будут ли какие-то принципиальные встречи на твоих играх, ну, допустим, Вяткина? Ну, вот они мне на ум только приходят, как бы, да, ну, и тоже это принципиальные встречи, как из-за того, что у нас там какая-то, какую-то борьбу мы старались им навязывать в третьей группе в позатом году, вот, а сейчас у нас, я думаю, другая команда, но у них команда тоже изменилась, то есть, я за ними особо не следил, одну игру только их видел, поэтому судить не берусь. Для ребят, для наших тоже это принципиальная как бы игра, у нас соперничество было хоть какое-никакое в позатом сезоне, поэтому, наверное, они одни из, ну, не дерби, да, сказать, то есть, ну, принципиальная игра, хотя у нас каждая игра важная, там, принципиальная, но, наверное, вот эта игра будет стоять особняком, а остальных команды, не знаю, в сезоне уже будем понимать, что да как, какие у нас принципиальные соперники, какие нет, то есть, ну, интересно именно вот с ребятами Светкина сыграть. А, наверное, традиционный вопрос, да, который хочется задать, какими ребятами, которые основа, да, которые давно в команде, какими пришли с отпуска, как выглядит? Плюс-минус, все неплохо, есть у нас там небольшой скачок, не буду говорить в команде, ребята знают, когда вот так вот все по весу нормальный, вот такой вот скачок хорошенький есть, вот, пусть этот человек услышит и задумается, вот, а так, в принципе, плюс-минус все нормально, ребятам раздавал программу еще перед этим, я им сразу сказал, что не будет у нас втягивающей работы, ребят, вот вам программа за месяц, выполняйте ее, чтобы вы к сборам были готовы, то есть мы с первых дней уже начинаем рвать, то есть у нас сейчас две тренировки, одна тренировка у нас беговая работа плюс силовая тренировка и одна часовая здесь, плюс мы лестницу хотели добавлять, вот, вот, и лестницу хотели добавлять, сегодня не получилось, то есть, но две такие интенсивные тренировки, то есть они так и будут, этот весь март длится, а в апреле уже будем наигрываться, будем наигрываться, будем больше на мяче, но сейчас надо потерпеть, хотя ребятам удовольствие от работы, они уже засиделись, они им самим интересны процессы. По товарищеским матчам, да, я думаю, что дети едут 7-го числа в «Петушки», будете ли договариваться, у нас есть «Динамо» был товарищеский матч, «Динамо» будет финсоперник. Да, ну, едем, «Петушки» чисто сейчас про детей только думаем, про основу как бы не думаем, возможно, там, ну, как-то перекинемся, может, что-то подумаем, сыграть, но, опять же, если мы в том сезоне никого не выцепляли, то есть нам все писали, то есть я не скажу, что мы сидим такие крутые и ждем, напишите нам, то есть, да, в апреле, да, будут товарищеские матчи, их, наверное, где-то около там 3-4 будет товарищеских матчей, то есть мы сыграем и уже от этого будем отталкиваться, но не могу сказать точно, какой соперник там у нас будет, возможно, «Динамо» и «Петушки» один из, почему, но, опять же, сейчас глядя на условия, то есть у нас здесь столько Владимира, условия нормальные, можно играть на снегу, мы играть не будем, то есть мы готовим здесь на искусственном поле, поэтому либо верхний, либо нижний здесь готовы принять. хотели мы тут выехать кое-куда, Стас тут думает, в Шатуру у нас есть выезд, там Селтик Шатура есть, на Московской области играет тоже, как бы, с ним, возможно, договориться в один из планов, то есть выехать можно, то есть вопрос нужен-не нужен, то есть будем там уже по месту определяться, а так, как обычно, со второй, с «Петушками» можешь сыграть, возможно, Камешкову есть что-то откликнуться, то есть, ну, опять же, и так просто на вскидку уговорит, то есть от этого уже будем отталкиваться, то, чего будет писать. Сан Саныч Кошкин, какова его сейчас роль в команде? В команде? Он тренер дубля, как вы объявили, играющий тренер, игрок основы, кто он сейчас? Шурик у нас, он сейчас в основном, да, он сейчас игра, он сейчас тренер дубля, он сейчас будет их брать, он их тренирует, тренируется он с нами, почему? Потому что, ну, Саныч у нас не доиграл, ему еще хочется продлить свою футбольную карьеру, ему нравится сам процесс, то есть он получает от этого удовольствие, если у него есть свободное время, то есть если у него получается, он, конечно, никогда не пропустит тренировку основы, при том что, если ты заметил, что он мне не помогает никогда, он тренируется с ними, как бы и все, то есть тренируется процесс именно мне, поэтому он кайфует от этого, он еще хочет побыть футболистом, то есть поиграть с ребятами, То есть, вот эту атмосферу почувствовать, тренировочную, игровую, праздничную, послеигровую атмосферу. То есть, это ему нравится, доставляет удовольствие. Как говорится, он еще все футболисты не убил, поэтому он еще играет. Да, ну вот тренер дубля и его основная задача, то есть, мы сейчас многих, не многих, но около там 6-7 мальчишек с наших школ, которые 6-5 года будем подтягивать в дубль. У нас сейчас набор ведется в дубль, мы хотим его омолодить, то есть, чтобы эти ребята были молодые на перспективу. Его основная задача готовить мальчишек для основной команды и подтягивать мальчишек из школы, чтобы они уже в дубле варились, 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 и потом дорастали до игроков основного состава. Дубль будет заявлен также в особенностях в судьбольную лигу, или был слух о том, что он заявил снова будет смотреть группы? Нет, слуха не было такого. Была невозможность, а просто мнение. Мы, в принципе, это в уме держим всегда, но, опять же, надо понимать, что мы не клуб, который спонсируется каким-то там грандом, я не знаю, в области или еще чем-то. То есть, мы существуем на свои деньги, мы сейчас понимаем, что, играя во второй лиге, заявлять клуб по третьей лиге, это, ну, довольно так, как сказать, много денег надо будет на это тратить. И, соответственно, мы это имеем в виду. Вот если мы выйдем, я не знаю, через год, через два, через три, через четыре в первую лигу, и все будет с финансами нормально, то есть, точно мы хотим в третью лигу заявлять своих мальчишек. Сейчас, на данный момент, Собинский район для нас это нормальный уровень, так сказать, потому что, если бы мы сходу в том сезоне пришли и дубль наш выиграл Собинский район, я бы тогда задумался. Когда ребята там занимают там ниже середины, да, то есть, или середину, конечно, значит, есть чему расти. Вы выиграете, докажите, что вы лучшие, и тогда мы будем думать. Когда вы занимаетесь середину, то, конечно, поставайте здесь и доказывайте дальше. Поэтому Собинский район сейчас то место, где надо доказывать. Именно дубль нашим составом. Тема новичков пока не будем раскрывать, да, наверное, для этого будет отдельный сюжет. Но все же, коротко, да, как прошли вот именно сборы, да, которые были объявлены в двор-дворце, да, кто пришел вообще, какие ребята приходят, кто заинтересовывается этим делом, интересовалась, чтобы вышло, да, из этого, то есть, ну, интересовалась, писали мне, ребят, писал около там 30 человек. Так получилось, что мы сделали на 23 февраля на вечер, и кто-то выбрал не просмотр, да, то есть, а праздник. Вот, пришло около там 17-18 человек, то есть мы двоих отобрали, ребята сейчас проходят с нами на испытательном сроке, они проходят с нами сбор уже с основной командой. Были интересные мальчишки, молодые именно, то есть мы им указали, сказали мальчишкам, которые нам плюс-минус интересны, которые не дотягивают сейчас прилично до основы, но которые через дубль могут к этой основе приблизиться. Мы им все рассказали, объяснили, то есть некоторые мальчишки уже у нас там в чате дубль, то есть, и, кстати, у дубля у нас начинаются с 31 марта уже сборы, тоже они будут готовиться, то есть, Сан Саныча объявили, то есть мы еще в группе своей не объявили, но я так, спойлер, да, такой. Вот, поэтому 31 марта уже будут сборы, также две тренировки, но пока они в зале все это. Вот, и некоторые мальчишки интересны, но они все из мини-футбола, то есть их надо перестраивать, как бы для основы, я сейчас не возьмусь, мне надо плюс-минус, там, ребята готовые, да, футболисты. А в дубле есть вариант перестроиться на большой футбол, поэтому мы сказали мальчишкам, те, которые нам интересны, но опять же у нас дубль такой, что кто захотел, тот пришел, то есть, а мы уже говорим, дружище, либо ты так тренируешься, либо вот ты играешь на Соренский район. Поэтому желающие все, есть там люди и по 30 лет приходили, там, желаниям, есть и молодые мальчишки, но в основном там упор на молодых делаем, а там уже посмотрим. Прекрасно, отлично, удачи. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok